Здравствуйте, уважаемые коллеги! В клиническом анализе крови ликоцитоз с лимфоцитозом, умеренно анемия, тромбоцитопения, повышенный уровень лактатогидрогеназа. Была выполнена компьютерная томография четырех зон, множественные увеличенные шейные, внутригрудные, внутрибрюшные, забрюшенные, тазовые лимфатические узлы, гепатаспленомегалия. Проведена биопсия акселярного лимфатического узла. По данным гистологического и иммуногистохимического исследования, рисунок строения нарушен за счет фолликулоподобных структур и представлены клетками с морфологией центроцитов и центробластов. Опухолевые клетки экспрессируют панбоклеточные маркеры и маркеры герминального центра с индексом пролиферативной активностью 25%. По данным морфологического и иммунофидотипического исследования, признаки поражения костного мозга при фолликулярной лимфоме. Согласно международным прогностическим индексам, которые воспроизводимы у нашего пациента, по ФЛИПИ, учитывая распространенную стадию, уровень гемоглобина, лактатогидрогеназа, пациент относит группу высокого риска с 5-летней общей выживаемостью 52%. По критериям французской группы, по изучению фолликулярной лимфомы, у нашего пациента есть все основания к началу терапии. С мая 2019 года начата терапия первой линии по протоколу R-EPOCH. По завершению шести курсов была выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, ПЭТ-КТ, прогрессия основного заболевания. Также проведена трепанобиопсия конгломерата лимфоузлов и костного мозга. По данным гистологического и иммуногистохимического исследования, фолликулярная лимфома ГРЭЙД-1-2 с поражением костного мозга. Мы знаем, что фолликулярная лимфома – это неизлечимое заболевание с периодами ремиссии и эпизодами рецидива, а также возможности трансформации из-за вялотекущего заболевания в агрессивную. При этом примерно у 20% пациентов заболевание имеет неблагоприятное течение. Важным фактором, влияющим на прогноз, относятся раннее прогрессирование заболевания, которое определяет пациентов группы высокого риска и является неблагоприятным фактором. И недавно исследование Карла Козула показало, что 5-летняя общая выживаемость у пациента с ранним прогрессированием заболевания достоверно хуже, чем у пациентов без раннего прогрессирования и составляет 50%. Какова же тактика ведения нашего пациента? Оптимальный режим в момент рецидива или прогрессии заболевания не определен и требует от врача-гематолога учета факторов, влияющих на выбор терапии. Это факторы, которые зависят как от самого пациента, так и факторы, связанные с болезнью. Это возраст, это кармамбирный статус пациента, состояние сердечно-сосудистой системы, печеночные, почечные функции, количество принимаемых препаратов. Это клиническая манифестация, как в прогрессии, так и в дебюте заболеваний. Это пожелания пациента, это ожидания, это приемлемость. И чем лучше мы их будем знать, тем более оптимальный путь мы выберем для нашего пациента. А также факторы, связанные с болезнью. Это стадия заболеваний, это опухолевая масса, это наличие или отсутствие трансформации. Поэтому каждый рецидив необходимо подтверждать гистологически и с помощью визуализирующих методов исследования. Нужно уже знать путь, пройденный пациентом, тип и число предшествующего лечения, ответ на прошлую терапию, срок развития рецидива или прогрессии заболевания. Коллеги, на данном слайде представлен алгоритм ведения пациентов с рецидивами и рефрактерными формами фолликулярной лимфомы без признаков трансформации в диффузную бэкрупноклеточную лимфому. Важным фактором, влияющим на прогноз, является срок возникновения рецидива и включает полииммунохимиотерапию, иммуномодуляторы, ингибиторы ПИК, аутотрансплантацию и при локализованном заболевании возможно рассмотрение лучевой терапии. В российских текущих рекомендациях подхода к терапии рецидивов и рефрактерных форм также зависит от срока возникновения рецидива. Если рецидив менее чем через 6 месяцев после предшествующей терапии, то необходимо замена на альтернативную предшествующую линию и замена моноклонального CD20 антитела. Если рецидив через 6-12 месяцев после предшествующей терапии, то необходима инверсия только химиотерапии, возможно с тем же моноклональным антителом или комбинация ретоксимаба и леноледомида. Рецидив, который возникает более года после предшествующей терапии, необходим или возможен повтор терапии первой линии. У молодых соматически сохранных пациентов при достижении ремиссии возможно проведение высокодозной полиохимиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. Что касается нашего молодого соматически сохранного пациента с ранним прогрессированием заболевания, режимом выбора у него является комбинация бентозумаба и бендомустина с последующей аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток в течение первого года. На данном слайде представлено исследование Годолин. Это комбинация бентозумаба и бендомустина в сравнении с бендомустином у ритоксимапрефрактерных индолентных неходшкинских лимфом. Исследование продемонстрировало, что комбинация бентозумаба и бендомустина снижает риск рецидива заболевания на 49%, а риск смерти на 29% при сопоставимых нежелательных явлениях. Из января 2020 года нашему пациенту начата терапия бентозумабом с бендомустином. После первого курса был достигнут клинический ответ, это исчезновение Б-симптомов, уменьшение периферической лимфоаденопатии. После двух курсов достигнут частичный ответ по данным компьютерной томографии, лечение было продолжено. После четырех курсов выполнена позитронно-эмиссионная компьютерная томография, ПЭТ-негативная ремиссия. Также проведена биопсия костного мозга без морфологических и иммунофенитических признаков поражения костного мозга. И нашему больному планировался аферест стволовых кровотворных периферических клеток с мобилизацией циклофосфаном и ритоксимабом. Европейское общество по трансплантации костного мозга в 2019 году опубликовало обновленные показания к трансплантации при гематологических опухолях, солидных опухолях и аутоиммунных нарушениях. Что касается фолликулярной лимфомы, то химиочувствительный рецидив является стандартом к проведению аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Аутологичная трансплантация во второй ремиссии достоверно улучшает как результаты общей, так и беспрогрессированной выживаемости по сравнению с пациентами, которым аутологичная трансплантация не выполнялась. Немецкая группа проанализировала 162 пациента с неудачей терапии, из которых 113 было с ранним прогрессированием заболеваний. И выполнение аутологичной трансплантации в этой группе больных достоверно улучшает как результаты общей, так и беспрогрессированной выживаемости. Время выполнения трансплантации имеет важное значение. Это ретроспективный анализ с включением 349 пациентов, из которых половина была проведена аутологичная трансплантация. И пациенты с ранним рецидивом, которым выполнена трансплантация, лучшие результаты пятилетней общей выживаемости по сравнению с пациентом, которым аутологичная трансплантация не выполнялась. Но, к сожалению, аферез стволовых кровотворных клеток дважды у нашего больного неэффективен. Ему была продолжена поддерживающая терапия абинтузумабом. Было выполнено два введения, это в августе и в октябре. В декабре планировалось очередное, но в ноябре пациент переносит новую коронавирусную инфекцию COVID-19, которая клинически проявлялась слабостью, потеря обоняния. Пациент лечился амбулаторно. И при контрольно-позиторонной эмиссионной компьютерной томографии ПЭТ-КТ, прогрессия заболевания, картина метаболически активного лимфопролиферативного заболевания, ниже уровня диафрагмы. А в легочной ткани с обеих сторон участки по типу матового стекла. КТ-признаки, последствия перенесенной ковидной пневмонии. Какова же тактика ведения молодого соматически сохранного пациента беззначимой токсичности на предыдущих этапах терапии? В рекомендациях НССН третья и последующая линия включает ингибиторы 5.3K, ZH2, а также анти-CD20, картоклеточную терапию. Наш центр участвовал в протоколе клинического исследования для оценки эффективности ДОБЛИСИБА, применяемого с установленными перерывами в приемами препарата у пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами. Это открытое рандомизированное исследование второй фазы в двух контрольных группах лечения для сравнения двух интермитирующих схем. Стратификация пациентов была по числу предшествующих курсов, по срокам развития рецидива, а также массы опухоли. ДОБЛИСИ представляет собой пероральный двойной ингибитор 5.3K. Это семейство ферментов, которые вовлечены в процесс клеточного роста, пролиферации и дифференциации. В сентябре 2018 года он был одобрен FDA для лечения рефрактерной фолликулярной лимфомы. Это одобрение было основано на исследовании Динамо. Это открытое многоцентровое исследование второй фазы с включением 129 пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами с двойной рефрактерностью, из которых было 83 пациента с фолликулярной лимфомой. Частота общего ответа составила 47%, медиана длительности ответа была 10 месяцев, медиана наблюдения – 32 месяца. Нежелательные явления были как гематологические, так и негематологические. Это анемия, нейтропения, тромбоцитопения, фибрильная нейтропения. Что касается негематологических, наиболее частые нежелательные явления включали диарея, кашель, сыпь, колит и пневмония. Пациент был рандомизирован в клиническое исследование, попал в первую группу. Прием доволисиба осуществлялся 25 мг два раза в сутки в течение 10 недель первого цикла. Затем циклы были по 4 недели и прием доволисиба был на 3-4 неделе. В конце первого цикла у пациента появился кашель, затем присоединилась одышка, лихорадка. Сатурация при этом была 98%. При аускультации дыхание жесткое, равноверно ослабленное по всем легочным полям. Хрипы не выслушиваются. Была проведена компьютерная томография органов грудной клетки. КТ-картина положительная по основному заболеванию в виде уменьшения размеров лимфатических условий, но нарастание выявленных ранее изменений в легких по типу матового стекла. И КТ-картина может соответствовать как проявлениям коронавирусной пневмонии, так и менее вероятно токсическим проявлениям в легких. Пациент наблюдался совместно с пульмонологами. Терапия максиклавом без эффекта. Мазок на ковид отрицательный. Начата терапия дексаметазоном с положительным эффектом в виде купирования одышки, регресса кашля, отсутствие повышения температуры тела. На этой неделе пациенту выполнена контрольная компьютерная томография, где отмечается разнонаправленная динамика. Матовые стекла, которые были на предыдущем КТ, в местах предыдущих локализаций, они исчезли, но появились новые. Поэтому, несмотря на гормональную терапию, отчетливая картина не ясна. Пациенту планируется комплексное исследование легких, с включением бронхоскопии, с исследованием лаважа на микроскопию, микробиологическое исследование и галактомонан. Также параллельно пациенту было выполнено ошлятипирование. Молекулярным методом лаборатория тканевого типирования нашей клиники в семье совместимый донор отсутствует, а в российских и международных базах данных достаточное количество потенциально совместимых неродственных доноров для активации поиска. Пациенту планируется активация поиска. Таким образом, коллеги, новые лекарственные препараты для лечения фолликулярной лимфомы приводят к высоким показателям и надежному контролю над заболеванием и приемлемым профилем токсичности. Они могут быть единственной альтернативой для некоторых больных и используются в качестве мостика к трансплантации. А с учетом глубокого понимания биологических основ расширился арсенал терапевтических опций при индолентных неходшкинских лимфомы. И приоритетным направлением остается поиск прогностических биомаркеров, необходимых для усиления индивидуального подхода к лечению, что улучшит стратификацию риска. Спасибо за внимание. Продолжение следует...